Ой, на ёлочке холодной зимой, Из лесу ёлочку взяли мы домой. Каждый праздник в большой семье Веры Мясичук проходит в такой весёлой атмосфере. Здесь всегда шумно и многолюдно, а в новогодние праздники людей становится ещё больше. В гости к ребятам приходят Дед Мороз со Снегурочкой и молодые неравнодушные волшебники, которые дарят им настоящую сказку. Водят вместе хороводы, играют весёлые игры и отгадывают сложные загадки. Малыши танцуют, поют и очень радуются празднику. И даже дети постарше принимают в нём активное участие. В семье Мясичук детей много, и все они разного возраста. Пока одни впервые влюбляются, у других лезет только первый зуб. И несмотря на такую разницу, для каждого из них удалось подобрать подарки. Мне подарили канцелярский набор к школе, чтобы мама выдавала. Если закончилось, мама выдает предмет. Если нет карандаша, мама дает карандаши. Если нет стёрки, мама дает стёрку. Если нет стёрки, мама дает стопку стёрки. На русский язык, на литературу, на математику. Женечка, а ты такого робота хотела себе на Новый год? Да. В этой комнате. Ты доволен подарком? Да. Дед Мороз и Снегурочка, как и полагается, настоящим волшебникам вручили детям то, чего они очень ждали. Все дети подарили, получили очень хорошие подарки. И теперь я не знаю, как я их соберу, как я их уложу спать или ещё что-то. Потому что они радуются этим подарком. Это же дети. Праздник очень классный детям устроили. И я, пользуясь случаем, хотела бы поблагодарить всех, кто принимал в этом участие. Кому я не могу лично сказать спасибо за то, что прямо одарили деток. Понимаете, это просто непередаваемо. А теперь немного официальной информации. Всего в Ленинском районе Бреста 4 дома семейного типа. В каждом из них воспитывается не меньше 6 детей, которым тоже обязательно подарят сказку и полезные подарки. В данной акции приняло более 14 предприятий и организаций. Учреждения образования, которые помогали собственными силами. Мы помогали сбору концтоварок, мягких оружия, сладких призов и других подарков. Эта семья, можно сказать, на протяжении этого года мы с ней постоянно общаемся. Встречаемся, где-то какую-то помощь ещё оказываем по году. Дети должны видеть заботу не только от родителей и от государства. Государство помогает им постоянно. Не только государство, но и предприятия и организации, которые участвуют в данной акции. Представители уже знают этих детей, они знают их потребности. Знают какие-то возможности свои, чтобы эта помощь была именно адресная. Чтобы помощь доходила до детей, до детских домов. Для того, чтобы действительно не только создать праздник, ну и создать здоровую жизненную среду, которую наши детки, быть может, в какой-то момент и лишились. В подарке тепло и доброту каждый ребёнок, нуждающийся в особой заботе и внимании, получает не только от Деда Мороза и Снегурочки, но и от неравнодушных людей, которые дарят детям настоящее чудо на Рождество. Продолжение следует... Продолжение следует...